Добрый день, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад Организация противоопухолевой лекарственной терапии в условиях ЦАОПа. Как видно из структуры заболеваемости, выявляемость онкологических заболеваний на четвертой стадии составляет большую часть распределения. И что говорит о необходимости проведения в данном случае специализированной лекарственной помощи. В последние годы в нашей стране онкологическая помощь сопровождается различными методиками, которые позволяют увеличивать продолжительность жизни, качество жизни. Приходят на смену лекарственной терапии таргетные терапии, но несмотря на различные инновации, которые происходят сейчас в медицине, все равно значительное количество пациентов продолжает получать лекарственную, в том числе противоопухолевую терапию в стационарных условиях круглосуточного наблюдения. Если рассматривать нашу страну, то ее территория очень обширна, и распределение населения также очень разнообразно, что приводит к большим трудностям не только в лечении, но также в диагностике, постановке диагнозов, и вследствие этого, опять же, в более поздней выявляемости онкологических заболеваний, что приводит к своим трудностям. Концепцией развития системы здравоохранения до 2020 года в системе здравоохранения Российской Федерации одним из основных направлений является развитие и внедрение малозатратных технологий с развитием стационарозамещающих форм организации оказания медицинской помощи населению, при распределении ее объемов из стационарного в амбулаторное звено. Как на этом слайде представлено, что виды оказания помощи, они в основном, большая часть идет в рамках амбулаторных и в рамках условий дневного стационара. Это, как бы, слайд, он дублирует себя. По приказу 915-15 ноября 2012 года специализирована в том числе высокотехнологическая медицинская помощь, оказываемая врачами-онкологами и врачами-радиотерапевтами в онкологических диспансерах или медицинских организациях, в которых осуществляется оказание медицинской помощи с онкологическими заболеваниями, имеющих лицензию, необходимую материально-техническую базу сертифицированных специалистов в стационарных условиях и в условиях дневного стационара. Включает в себя профилактику, диагностику и лечение онкологических заболеваний, которые требуют использования специальных методов медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. Если говорить об оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара, ну, наверное, сегодня уже очень много говорили про структуру, организацию данных подразделений. Дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации, которая оказывает медицинскую помощь онкологическим больным. Руководство осуществляется заведующим отделением, которое назначается на должность и освобождается от должности руководителя медицинской организации, в состав которой входит данное подразделение. На должность заведующего и врача-специалиста дневного стационара назначается специалист, который соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам здравоохранения. Штатная численность дневного стационара устанавливается в зависимости от объема проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением 35. Далее будет слайд, на котором будет упорядочен штатный состав Центра амбулаторной и онкологической помощи уже по приказу, который дополняет приказ 915, это приказ 48 от этого года. То, что тоже уже было на многих слайдах, это те функции, которые осуществляют дневной стационар в лечении, реабилитации больных наших пациентов. Основными функциями Центра амбулаторной и онкологической помощи это как раз таки приказ, который дополняет приказ 915, который относится к организации ЦАОПов. Это проведение противоопухолевой лекарственной терапии больным с онкологическим заболеванием в соответствии с решением консилиума врачей-онкологов и врачей-радиотерапевтов с привлечением при необходимости других специалистов. Решение консилиума оформляется протоколом и подписывается участниками консилиума врачей и вносится в медицинскую документацию пациента. Здесь бы хотелось чуть-чуть остановиться, потому что тактика лечения, назначения лекарственной терапии как раз таки определяется консилиумом врачей. И как будет сформулирована тактика в данном консилиуме, так придется и действовать. Потому что многие ЦАОПы, они находятся на удалении от онкологических диспансеров. Проведение комиссии возможно в условиях, в большей части это онкологические диспансеры, потому что один из участников консилиума это врач-радиотерапевт, который как таковой не будет присутствовать в штате ЦАОПа. Поэтому пациент либо врач с эпикризом направляется в онкологический диспансер на консилиум, на котором уже определяется окончательная тактика поведения у пациента. И если рассматривать пациентов разных групп, например, если это пациенты, которым необходима адювантная терапия, пациенты, которые получают предоперационную, например, химиотерапию лекарственную, которым необходимо проводить химиолучевую терапию. То есть это определенный срок, определенное количество циклов. И если каждый раз пациента либо врача направлять на консилиум, то, наверное, будут те же очереди, и это не очень удобно. Поэтому, с моей точки зрения, на консилиуме необходимо не только говорить, что пациенту необходимо провести химиотерапию по схеме Фолфокса, указать нам, что в послеоперационном режиме это необходимо проведение до 6 месяцев после оперативного вмешательства. И в дальнейшем, чтобы пациент проходил лечение в рамках Центра амбулаторной онкологической помощи без дополнительных посещений. На данном слайде представлено штатное расписание. Это новое, скажем так, на основании приложения к приказу 48, в котором можно увидеть тех специалистов, которые должны находиться в данном подразделении. Ну, хотелось бы здесь сакцентироваться на, больше, наверное, на медицинской сестре процедурной, потому что от нее будет зависеть работа данного подразделения, наверное, в большей степени, чем медицинской палатной сестры и просто медицинской палатной сестры данного подразделения. На данном слайде представлено оснащение данного подразделения. Ну, как говорилось, что дневной сценарий является структурным подразделением амбулаторно-поликлинических больничных учреждений, и целью дневного сценария является проведение диагностических, лечебных, реабилитационных, профилактических мероприятий больным, которые не требуют круглосуточного медицинского наблюдения с применением современных методов лечения. Режим работы дневного сценария определяется руководителем медицинского учреждения, в состав которого входит данное подразделение и зависит от профиля дневного сценария и характера патологии, по поводу которого проводится лечение в данном подразделении. Как правило, дневной сценарий может работать в 2-3 смены. Но здесь тоже хочется остановиться, потому что если рассматривать дневной сценарий, который работает в 3 смены и где проводится палеотивная помощь в виде инфузии изолидроновой кислоты, то это будет очень хорошо, потому что время затрата будет составлять небольшой период. А если рассматривать подразделение, которое будет проводить химиотерапию с использованием, например, препаратов цисплотин и схемы с применением поклитоксила крабоплотина, то подразделение, которое должно работать в 2-3 смены, это будет очень тяжело прокрутить то количество пациентов, которые должны будут они пролечить. Питание больных дневного сценария решается индивидуально в зависимости от режима его работы, профиля, как следствие. Коечная мощность и профиль дневного сценария определяются руководителем лечебного профилактического учреждения, в составе которого он создан в согласовании с соответствующим органом управления здравоохранения, в инфраструктуру которого входят данные подразделения. Опять же, по поводу специалистов, если рассматривать дневной сценарий, он может быть многопрофильным, тогда в его штате должны присутствовать врачи различных специальностей, которые необходимы для диагностики, проведения лечебных мероприятий, тех, чем занимается данное подразделение. На этих слайдах представлены, скажем так, нозология, препараты, схемы лечения, которые мы используем для лечения, ну, здесь представлены в основном солидные опухоли. Если рассматривать их, то эти схемы, ну, раньше точно проводились только в условиях стационарных. Сейчас, если подойти к этому творчески, то все эти схемы, в принципе, ну, практически все схемы можно использовать в условиях амбулаторных. Но для этого необходимо иметь соответствующих специалистов, врачей с опытом проведения, не только проведения химиотерапии, но и с опытом борьбы с осложнениями, которые могут возникнуть при данной терапии, также с методами профилактики этих осложнений, предупреждения осложнений. Также во многом зависит от персонала, который будет проводить непосредственное введение этих препаратов для, также для борьбы с возможными осложнениями после введений. Ну, на данном слайде представлена, скажем так, наша палата, где проходят пациенты, сеансы химиотерапии, процедурный кабинет, где проводится разведение препаратов. Ну, теперь немного слов о сложности внедрения и проведения лекарственной противоопухолевой терапии. Ну, как было в самом начале указано, что наша страна имеет большие размеры, это удаленно значительное число населенных пунктов от онкодиспансеров, отсутствие в районных больницах необходимого оборудования, также отсутствие опыта применения противоопухолевой лекарственной терапии, опыта лечения осложнений противоопухолевой лекарственной терапии, и представлены осложнения, которые есть, и которые, в принципе, очень многие врачи, когда пациенты уходят от нас домой в период между циклами химиотерапии, пациенты беспокоят наших врачей телефонными звонками для того, чтобы как справиться с осложнением после проведенной химиотерапии, потому что им по месту жительства, ну, просто не могут оказать помощь и даже посоветовать. Им говорят, вас лечили там, пожалуйста, обращайтесь, пожалуйста, мы не можем. Это очень странно становится. Также для того, чтобы избежать, скажем так, сложности внедрения, приведения лекарственной терапии, необходимо, ну, как я уже говорил на слайде при схемах лечения, чтобы приведением непосредственно лекарственной терапии занимался врач, который компетентен в применении противоопухолевой терапии, также в проведении терапии уже осложнений нашего лечения, также необходимо, чтобы к работе с цитостатиками допускался средний медицинский персонал, который прошел специальную подготовку, обученный безопасным методом и приемом работы. Ну, и также другие мероприятия, которые необходимы, без которых просто проведение лекарственной терапии, сам механизм ее может привести к очень тяжелым последствиям. Это разведение препаратов, хранение препаратов, особенно, как бы, еще бы сакцентировало внимание на доступе при проведении лекарственной терапии, потому что очень часто даже в наше время химиотерапия, длительные инфузии проводятся, скажем так, на игле, без использования даже элементарных катетеров, хотя сейчас уже технологии достигли, скажем так, своих высот, когда мы можем пациенту провести химиотерапию с использованием венозных доступов, которые, в принципе, можно, не знаю, установить сейчас в больших крупных центрах. Здесь представлен имплантированный порт, центральный венозный контентер и периферический венозный контентер. Хотя это все сейчас, как бы, опять тоже распространяется, но этого, как бы, не хватает. Это используют у нас, это используют в городском диспансере, в областном диспансере. Если на 100 километров отъехать от города, то через спортсистему, как увидят, так сразу... Нет, давайте мы лучше просто пойдем к убитальной вене и будем ее всю истыканную дальше мучить. Ну, как бы, хотелось бы, чтобы все эти новшества, новации, даже это уже не новшества, это уже сколько уже используется, чтобы пользовалось дальше. Также необходимо использовать оборудование, которое помогает нам в длительном использовании препаратов при длительных инфузиях. Это так называемые перфузоры, которые могут быть механическими, электронными. В данном представлено пациентка, когда используется инфузор. Опять же, это помогает обеспечить оказание лекарственной терапии на амбулаторном этапе. Вот мужчина, сфотографированный недавно на нашем отделении. Если бы не было ширмы, то даже просто стоит мужчина. Но в данный момент он получает длительную инфузию вторурацила, у него стоит порт, а в этой сумочке находится инфузор. Летает к нам из Калининграда на лечение. Каждые две недели. Каждые две недели. На данном слайде представлены то, что должно быть при организации рабочего места процедурной медсестры, кабинета химиотерапии. Также должно соблюдаться алгоритм уничтожения остатков, остатков цитостатиков, уничтожения флаконов, уничтожения игл. Как для оказания помощи есть показания, то есть наше заболевание у пациентов. Также есть противопоказания для проведения лекарственной терапии именно в амбулаторных условиях. В амбулаторных условиях не берем пациентов с напряженным асцитом, с тяжелым гидротораксом, при невозможности самостоятельного передвижения пациента, при тяжелой сопутствующей патологии, когда может понадобиться реанимационные какие-то мероприятия, также при высокодозной химиотерапии, при угрозе развития синдрома лизиса опухоли, ну и при тяжелом общем состоянии, которые требуют круглосуточного наблюдения медицинского персонала. На базе нашего центра, на базе нашего, можно сказать, даже отделения проводится цикл для усовершенствования, повышения квалификации для врачей, для среднего медицинского персонала, для работы с спортсистемами. Даже сейчас этого года будет проведение курсов для медсестер, которые будут получать баллы в системе НМО. Курсы для медсестер, обучающиеся работе именно с цитостатиками, с химиопрепаратами. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok